Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена новым ФСБУ 27-2021, который применяется в 2023 году. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гардашева Галина. На заставке вы видите наши контактные данные, электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине время проведения нашей встречи для вас оказалось неудобно или вы не смогли, например, досмотреть до конца, то вы можете через некоторое время перейти на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров. Ну и плюс там достаточно много всяких других материалов и обучающих, и описания программ и так далее. То есть вы можете посмотреть это в любое удобное для вас время, ну и, соответственно, может найдете еще какие-то интересные для вас темы и информацию. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Нормативную информацию мы с вами будем смотреть на слайдах и параллельно будем переключаться на демо-базы 1С-ЗУП, то есть зарплаты управления персоналом, и, соответственно, на 1С-ИРП. Поговорим мы с вами вот о чем сегодня. То есть как работать с документами, согласно этого ФСБУ, уже по ному в 2023 году, какие необходимо будет подготовить локальные нормативные акты, ну, соответственно, для того, чтобы применять новые стандарты, не только этого ФСБУ, но и другие. И поговорим про некоторые новые термины, которые появились в связи с введением этого ФСБУ. То есть отличие первичных документов от отправдательных и пробухгалтерские регистры. Также рассмотрим с вами документы кадрового документа оборота, то есть аббревиатура КЭДО. И, собственно, еще немножко затронем то, что касается налоговых проверок, как налоговики будут проверять первичку и, соответственно, признаки, которые касаются того, как определить реальную первичку от нарисованных. Ну, и немножечко поговорим с вами про дополнительные сервисы и отчеты, которые есть в этих конфигурациях. Итак, ФСБУ 27.0.21 – это документы и документы оборот в бухгалтерском учете. Утверждены данные правила, данные стандарты приказом от 16 апреля 2021 года, а применяется стандарт в обязательном порядке с 1 января 2022 года. То есть, в принципе, уже год как это применяется и, возможно, вы уже сталкивались или ведете согласно этому ФСБУ документы оборот. Касается этот документ оборот, то есть 27 ФСБУ всех, без исключения и организаций, и ЕПЭ. Единственное исключение составляет организации бюджетной сферы. Ну, коротко, что нового оказалось в этом ФСБУ? То есть, во-первых, ФСБУ запретил хранить бумажные документы в оцифрованном виде и утвердил только один способ исправления бумажных документов путем зачеркивания и, соответственно, закрепления росписью. То есть, на самом деле, это требование применяется достаточно давно. Оказалось, оно в основном торговых документов, то есть накладные, акты и так далее. Ну, и кроме того, что были вот эти вот как бы закреплены законодательно требования, стандарт исключил устаревшие требования про унифицированные документы и излишние требования по разработке графика документа оборота. Насколько вы помните, график документа оборота – это у нас, в общем-то, приложение к учетной политике. И в этом случае нам нужно с вами будет еще заглянуть в учетные политики. Под документом стандарт понимает не только первичные документы, вот это как бы раньше не было закреплено законодательством, но и бухгалтерские регистры. Соответственно, новые правила, которые содержатся в этом ФСБУ, применяются и к регистрам. При этом, обратите внимание, действия стандарта не распространяются. Набух отчетность, аудиторские заключения и документы учетной политики, стандартные компании и прошлые документы, указанные в пункте 29 закона 402 ФСБ. То есть, с одной стороны, кажется, что здесь есть противоречия, поскольку не распространяется набух отчетность и документы учетной политики. Но, тем не менее, если разбираться немного глубже, все-таки отличия есть, потому что в учетной политике у нас с вами есть сама по себе учетная политика и приложение к учетной политике, где прописываются, например, локальные нормативные акты, какие-то особенности для конкретного предприятия учетной политики и так далее. То есть, вот этот пункт нужно читать так, что сама по себе учетная политика может не применять... То есть, к учетной политике могут не применяться данные стандарты, но приложения к учетной политике в обязательном порядке должны учитывать эти требования. Ну, на самом деле, еще одно, скажем так, новшество – это то, что этот ФСБУ закрепил достаточно спорную ситуацию, из которой раньше главбухи выкручивались кто как может. То есть, если у вас поступают первичные документы, и дата документа не совпадает с датой подписания документа. То есть, например, акт у вас составлен 30-м числом или другим числом конца месяца, 31-м, например, а подписали его позже, через несколько дней. В новом стандарте сказано, что в качестве даты составления первички в этом случае нужно указывать дату, когда ее подписали. То есть некоторые бухгалтера это проводили задним числом, ну, короче, изощрялись кто как мог. Теперь этого делать не требуется, достаточно взять дату подписания документа, и все будет соответствовать требованиям законодательства. Еще один момент, что в данном стандарте конкретизировано понятие «оправдательный документ». То есть первичный документ и оправдательный – это не одно и то же. То есть оправдательный документ – это документ, на основании которого составлен первичный документ. Ну, то есть, например, вы получили счет от контрагента, а потом по этому счету провели какие-то действия, то есть оплатили, например, или отгрузили. В этом случае счет будет являться оправдательным документом, а уже конкретный документ, то есть, например, поступление товаров или оказание услуг будет первичным. в чем отличие – оправдательный документ не обязан содержать все обязательные реквизиты, и он не оформляется в учете операции. То есть оправдательными документами могут быть договор, например, судебный акт, товарный счет. В первичном документе, то есть уже, например, в акте или в накладных, указываются ссылки на оправдательный документ. В приложении к документу обороту на 2023 год требуется внести правки, если вы досрочно перешли, например, на ФСБУ-1422 по нематериальным активам. То есть в этом случае вы можете доработать формы по учету либо основных средств, либо нематериальных активов, и в этом случае может применяться электронный документ оборот. Что такое электронный документ оборот, мы чуть позже поподробнее на этом остановимся. Итак, что такое электронный документ оборот? Во-первых, как вы знаете, многие документы сейчас принимаются только в электронном виде. Например, по НДСу к этому списку добавляются с 1 марта этого года документы по перевозкам в электронном формате. И, скорее всего, будет в ближайшем будущем добавлен электронный документ оборот по воинскому учету, поскольку этому сейчас достаточно много внимания уделяется. Если вы используете электронный документ оборот в каких-либо из разделов, то эти формы и их форматы должны быть приложены к учетной политике, по которым устанавливается список документов. Ну, так в электронном формате можно составлять, например, договор о фрахтовании. Это мы с вами сейчас говорим про грузоперевозки. Заказ грузоотправителя. Заявку. Путевой лист. Вот путевые листы сейчас тоже, обратите на них внимание, в этом году тоже были изменения по заполнению путевых листов и так далее. Мы можем исключать перевозочные документы из приложения, если в приложении утверждена первичка в бумажном виде. В принципе, исключать сейчас эти документы не надо, поскольку они официально еще применялись два месяца 2023 года. То есть, если вы внесете исправление в учетную политику, то получается, что они у вас как выпадающее звено окажутся. На самом деле, корректировки в учетную политику необходимо внести и как в связи с новым ФСБУ-14-22. То есть, это у нас нематериальные активы. И также сейчас будет еще применяться положение новый стандарт ФСБУ-28-22. То есть, это документы, которые касаются инвентаризации. И, соответственно, в любом случае придется проверять и учетную политику, и приложение, и график документа обратно. То есть, все, что обычно утверждается концом года и вступает в действие с начала года. Здесь обратите внимание, что когда мы корректируем или принимаем новую учетную политику, может быть два варианта. То есть, мы можем внести исправление в учетную политику, которая у вас уже действует, и утвердить, соответственно, приказом изменения в учетную политику. А можем создать новую учетную политику и также приказом утвердить ее действия на этот год, на последующий. Кроме этого, как я уже сказала, достаточно большое внимание сейчас уделяется воинскому учету. Ну, во-первых, в связи с мобилизационными документами, а во-вторых, тоже были устранены некоторые, ну, можно сказать, недоделки, недоработки, противоречия в документах по воинскому учету. Касаются эти изменения руководители организации, то есть, вся ответственность за организацию или отсутствие воинского учета лежит на руководителе. И касаются эти требования, ну, собственно, всех без исключения организации. Единственное, здесь все-таки сохранилась небольшая лазейка, поскольку ИП работодателей в нормативных документах по воинскому учету не указаны. Скорее всего, это будет устранено в ближайшем будущем, но на данный момент ИПисты могут не отчитываться. Единственное, что, как вы знаете, достаточно много административных мероприятий, в связи с которыми к руководителям могут быть предъявлены обвинения в неприменении конкретно по воинскому учету. И вот здесь вот начинаются моменты, которые требуют вмешательства в настройки программы. И здесь уже не только корректировка учетной политики, но и для тех, кто пользуется ERP, вы, в принципе, знаете, что в зарплате, что в бухгалтерии. Мы сразу видим весь функционал, его не требуется дополнительно, ну, как-то активировать. А вот в ERP для того, чтобы некоторые блоки можно было с ними работать, требуются дополнительные настройки, дополнительные активации этих блоков. Это касается блока и воинского учета. И, собственно, сейчас мы с вами переключимся на ERP и посмотрим, что это такое, о чем же я все-таки сейчас рассказываю. Значит, мы с вами переключаемся в демо-базу. Сейчас я чуть-чуть подвину, чтобы мы видели. Вот так. Значит, в демо-базе уже заполнены первоначально некоторые данные для примеров, и мы с вами переходим в раздел «Инсы и администрирование». Нормативно-справочная информация и администрирование. Здесь нас будет интересовать блок «Кадры». И, соответственно, в разделе «Инсы и администрирование» мы задаем первоначальные настройки и активированные блоки. То есть, когда вы переходите в этот раздел, вот вы видите, что здесь у меня уже проставлены некоторые чекбоксы. Ну, соответственно, чекбоксы – это вот такая красивая зеленая галочка. Соответственно, вам нужно проверить, все ли у вас правильно отмечено то, что вы используете. И обратите внимание на использование, используется работа по неполной ставке. Это, в принципе, достаточно критично в связи с тем, что новые требования, новые изменения коснулись и блока, в основном зарплатного, то есть работа по штатному расписанию. А здесь, если мы с вами опускаемся немножко ниже, то есть, видите, здесь у нас есть отдельная настройка штатного расписания и раздел «Воинский учет». То есть, соответственно, мы должны проставить сложок «Вот здесь ведется воинский учет». Тогда доступ к ним будет из соответствующих подразделов, то есть там будет отражаться блок воинского учета. И второй момент, то есть это у нас один флажок, который, в общем-то, дает нам возможность работать с первичными документами и составлять отчетность в военные комиссариаты. И есть еще один флажок – чекбокс «Ведется бронирование граждан». То есть, на период мобилизации у вас могут быть сотрудники, которые могут иметь бронирование на период мобилизации или военных действий. И, соответственно, как только мы ставим здесь дополнительный флажок, у нас появляются еще два отчета, которые мы будем должны сдавать. Сейчас мы снова вернемся к слайдам. Как вы видите, здесь вот у нас есть информация именно по воинскому учету. То есть, первый флажок, что воинский учет ведется, добавляет нам отчетность по форме 18. И если мы проставляем второй флажок, то есть бронирование, то у нас, соответственно, добавляются форма номер 6 и форма номер 19. Плюс, когда мы с вами осуществляем какие-то кадровые мероприятия, например, прием работников, увольнение, перемещение, то сведения о таких мероприятиях у нас с вами входят и в кадровые документы обороты, то есть КЭДО. И плюс мы должны отражать эти мероприятия в отчетности ИФС-1, которая у нас введена с начала этого года. И введение этой формы связано с тем, что пенсионный фонд и соцстрах объединились, и вместо отчетов на четырех, которые мы сдавали в пенсионный фонд, это СТД, М, добровольное страхование и так далее. И плюс отчет 4 ФСС у нас появился, соответственно, отчет ИФС-1, и в нем мы отражаем кадровые мероприятия не позднее следующего текущего дня. По воинскому учету первоначально срок потачи таких сведений был 14 дней, сейчас этот срок изменился и составляет 5 дней. То есть сроки достаточно, как вы видите, сжатые, и поэтому нужно очень внимательно следить за тем, что, ну, во-первых, естественно, чтобы не пропустить эти сроки, а во-вторых, чтобы пройтись по настройкам, которые у вас имеются для своевременной передачи этих сведений. То, что касается воинского учета, то в настоящий момент здесь, скажем так, достаточно большой простор для творчества, потому что отчетность можно подать как лично, то есть в бумажном формате, так и передать по электронным каналам связи. Но в дальнейшем планируется полностью перевести это тоже на электронные документы оборот, поскольку сейчас введены повестки в электронном виде, ну, и, соответственно, другие новости, которые нужно будет учитывать и про которые нужно будет не забыть. Особенно если у нас будут периоды мобилизации либо какие-то аналогичные изменения. Сейчас мы с вами перейдем к слайдику, который покажет, как и где у нас можно это сделать в программах ERP и 1С. То есть в программе ERP мы с вами в разделе НСИИ администрирования должны зайти в организации и, соответственно, после этого мы с вами попадем в журнал организации и выберем нужную, на которой мы будем, например, корректировать учетную политику. В конфигурации ZOOP у нас немножко другие настройки. Здесь нет таких настроек, которые есть в ERP, то есть то, что касается управленческого учета, то, что касается торгового, производственного учета. Здесь у нас в разделе настройка, вот вы видите, выделен красным. Мы переходим с вами к карточке организации. Здесь у нас есть перечень разделов, в которые нужно внести корректировки или нужно проверить, что у вас все, ну, как надо там сделано. Когда мы работаем ZOOP, то есть у нас есть вот здесь вот пункт учетная политика и при переходе по этой ссылке, то есть мы просто на нее щелкаем и проваливаемся, вот в такую карточку организации. И, соответственно, здесь у нас на закладчиках отражены разделы, в которые требуются проверить или внести корректировки. Ну, то есть видите, здесь достаточно много того, на что надо обратить внимание, и проставить или не проставить чекбоксы. Сейчас мы с вами перейдем в ERP. И так, это мы закроем, это нам сейчас уже не нужно. Соответственно, вот у нас с вами раздел НСИИ администрирования. Только в этот раз, в прошлый раз, мы с вами ходили под раздел кадра, а сейчас мы войдем в подраздел организации. То есть если у вас несколько юридических лиц, то у вас здесь будет список ваших юридических лиц. И если у вас при первоначальных настройках программы не было отметки, что у вас будет несколько юридических лиц, то есть мультифирменный учет, то в этом журнале будет отражаться одна ваша организация, то есть одно юрлицо. Я сейчас на скидку любое вот открываю, карточку любого юрлица. И, как вы видите, вот у нас здесь какая информация. Ну, то есть понятно, что общая информация, адреса телефона, регистрационные данные. А вот регистрационные данные, обратите внимание, потому что здесь необходимо, чтобы были указаны точные данные, потому что эта информация будет отражаться на титульных листах декларации и других обязательных регламентированных отчетов. А интересует нас с вами на данный момент вот эта закладочка «Учетная политика» и закладочка «Зарплаты кадры». То есть в учетной политике нам надо просмотреть, желательно войти внутрь, не просто внешне посмотреть, а изменить. То есть, когда мы по гиперссылке переходим, мы попадаем в настройку системы, то есть здесь должна быть указана дата, с которой применяется ваша учетная политика. Ну и, соответственно, вы выбираете «Общее» или «Упрощенное». И НВД у нас сейчас не используется, соответственно, остается только второй пункт. Здесь у нас есть учетная политика финансового учета, бухгалтерского учета. Напомню, что ФСБУ-27 у нас затрагивает и регистры бухгалтерского учета, то есть не только первичные документы, но и регистры бухгалтерского учета. Поэтому вот сюда тоже стоит завернуть и посмотреть, все ли у вас здесь отмечено. То есть применение, если у вас, например, общий режим применения ПБУ, ну, чаще всего выбираются либо вот балансовый метод, либо балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц. Если вы сомневаетесь, вот по такому значку, по вопросику, можно получить конкретную контекстную справку. И, допустим, если вы начали досрочное применение 14-го ФСБУ, то вам нужно, естественно, пройти сюда и посмотреть, расставить тоже необходимый чекбокс. И обратите внимание, то есть у нас здесь идет запас, это касается 19-го ФСБУ, и по расчетам проверить основные отметочки, ведется ли либо не ведется у вас через 20-й счет сборки-разборки. И здесь у нас вот что нужно еще проставить, то есть если формировать резервы по долгам, то вы выбираете период, за который это формируется. И мы добираемся до последней отметочки. Отчетность. То есть настройка бухгалтерской либо финансовой отчетности не настраивается. На самом деле мы можем с вами выбрать здесь два пункта, то есть либо настраивается, либо не настраивается. Ну, соответственно, если она должна настраиваться, то вы создаете новую запись, пишите «Настраивается». И в этом случае можете применять настройки, которые конкретно для вашего предприятия требуются. Так, и сейчас мы здесь подвинемся чуть-чуть. Не так подвинулись, вот так, чтобы можно было закрыть. И, собственно говоря, здесь нас еще с вами будет интересовать настройка зарплаты и кадры. То есть по зарплате, как вы знаете, кадровые и электронные документы обороты у нас действуют. То есть мы подаем эти сведения. Раньше подавали пенсионный фонд и соцстрах. Сейчас подаем, соответственно, в единый объединенный социальный фонд. И вот что нас здесь интересует. Ну, во-первых, проверьте, включены ли у вас настройки, если у вас есть территориальные коэффициенты. Соответственно, вот здесь в этом случае должна быть проставлена галочка, ну, и указан, какой районный коэффициент и какой он местный или федеральный. Кроме этого, параметры кадрового учета должны либо заполняться, либо вот как здесь сейчас стоит флажок, нет. Давайте вот с вами сюда зайдем, посмотрим, что нас здесь интересует. Это слайдик, который у меня есть, мы его еще раз потом посмотрим. Ну, на самом деле интересует нас. Видите, закладочка здесь, в отличие от общей учетной политики, касательно зарплаты есть настройки. И проставляем, если надо, здесь коэффициенты. Здесь вы ставите тот коэффициент, тот тариф, который у вас был при отчетности в ФСС, и, соответственно, сейчас должен был быть подтвержден, и с какого периода он действует. И НДФЛ здесь понятно, тоже мы проверяем то, что у нас будет требоваться при составлении отчетности, и расчет заработной платы. То есть, вот если у вас есть обособленные подразделения, неважно, на отдельном балансе или не выделенные на отдельном балансе, то, соответственно, должны проставить галочку. И еще одна тонкость, которая тоже будет влиять и на штатное расписание, и на некоторые другие отчеты, это использование особых условий труда. Это в основном касается тех должностей, которые отражаются в спецоценке. Так, сейчас мы с вами от этого идем. Больше нам это не надо. Ну и после того, как вы проверили, все ли у вас теперь соответствует вашим реалиям, вот у нас блок воинского учета. И вот здесь обратите внимание, если мы переходим по ссылке «Изменить», у нас открывается вот такое меню. И здесь, если, например, по какой-то причине вы не вели раньше воинский учет, а сейчас вспомнили, то здесь вы указываете год, с которого ведется данный учет. И практически все, что нужно для организации учета, это вот эти два документа. То есть первый – это приказ об организации воинского учета. Документ уже заполнен, ну как бы сформирован. Единственное, поскольку у меня демо-база, и введены не все сведения про организацию, так как вы видите, у меня есть незаполненные поля. Если вы аккуратно заполняли полностью, ничего не пропускали при первоначальных настройках по организации, то эти сведения должны быть сюда подставлены, видите, как наименование. Кроме этого, у нас второй документ, который нам здесь важен – это план работы по осуществлению воинского учета. Здесь тоже такая же ситуация. Единственное, что должно быть, этот документ должен быть согласован с военкоматом. Ну вот здесь вот вам придется ручками добавлять сведения, а руководители организации вот сюда сведения должны подтянуться из карточки вашего юрлица, ну и, соответственно, будут заполнены, когда вы это отразите в своих настройках. И дальше у нас есть план работы по осуществлению воинского учета, соответственно, должны быть указаны ответственные, которые назначены дежурной жертвой по каждому пункту. Ну и вот здесь они должны проставить свои автографы. Обратите внимание, здесь про составление отчетности тоже информация есть, и, соответственно, должны быть назначены... Ой, извините, пожалуйста. Соответственно, должны быть назначены ответственные сотрудники. Так, отсюда мы с вами тоже уходим. И вот план работы, соответственно, у вас должен быть на каждый год. После того, как мы проверили вот эти настройки, то есть у нас блок воинского учета активирован, мы с ним работаем, мы там все проверили, и... так, нет, мы не будем сохранять сведения. И после этого мы можем видеть этот блок и в разделе кадры. Вот у нас, видите, здесь блок воинский учет, листки об изменении документа, об бронировании и так далее. И сейчас мы с вами переключимся в зуб. Здесь у нас... Так, это мы тоже позакроем, нам сейчас оно не нужно. Вот, и здесь нас будет интересовать тоже раздел кадры. Как вы видите... Сейчас, минуточку. Вот, как вы видите, здесь тоже есть блок воинского учета. Он активирован. И меню немножко шире, чем в ERP. Но, тем не менее, функциональные опции все сохранены и в ERP, и в зарплате, потому что в ERP у нас с вами включен полностью зарплатный блок версии проф. То есть и в ERP, и в зубе у нас с вами практически почти одинаковый функционал. Единственное, если у вас, например, зуб в корп, то в этом случае у вас есть возможность вести учет по обособленным подразделениям, вести учет по госзаказам. Ну, то есть немножко более расширенный функционал, чем в ERP. И обратите внимание, в зарплате, в разделе зарплата, в обеих конфигурациях, и в ERP, и в зубе у нас с вами есть раздел отчетности. То есть у нас с вами есть возможность перейти по всем подразделениям, перейти в обычный, привычный бухгалтерам, скажем так, блок по заработной плате. И, в общем-то, сейчас мы еще раз пройдем. И снова вернемся в ERP, что я хочу показать, что у нас практически одинаковые блоки, одинаковый интерфейс, что в зубе, что в ERP. То есть вот, как вы видите, у нас здесь и работа с кадрами, кадровые документы, вот наш воинский учет. И, допустим, когда мы переходим в меню зарплата, здесь у нас есть еще блок отчетность, справки. И вот 1С отчетность, то есть это, собственно, собранный журнал регламентированной отчетности, которую вы издавали и так далее. Но найти их можно не только в этих блоках, а еще и в блоках регламентированный отчет. То есть вот у нас блок 1С отчетность. То есть это сделано для удобства, то, что если, например, бухгалтер у вас работает только с зарплатой, чтобы ему не нужно было лезть вот в этот блок, где для него много ненужных отчетов и не терять время на поиски нужного. Здесь хочу отметить еще, что у нас с вами 1С отчетность. Это не только блок, но это и название отдельного сервиса 1С отчетность. Что этот сервис позволяет делать, это тоже касательно документа оборота, то есть он позволяет сократить, ну, как бы звенность, если можно так сказать. В обычном формате, когда вы работаете с электронными отчетами, то вы формируете файл в своей программе. Сейчас мы с вами откроем, чтобы было более понятно. Формируете файл в своей программе, выгружаете его на отдельный ресурс и отправляете вашему оператору электронной отчетности. А сервис 1С отчетность позволяет это делать напрямую из программы, минуя звено обмена с оператором. То есть, как вы видите, вот программа сама себя хвалит, пишет, какая она классная. И более подробно про этот сервис вы можете почитать по ссылочке. И подключиться к нему очень несложно. Это можно сделать самостоятельно, без привлечения IT-специалистов дополнительных, ну, то есть там системных администраторов или еще кого-то. Для этого тоже достаточно перейти по ссылке. Если у вас подписка на ИТС проф, то одно юридическое лицо вы можете подключить бесплатно. Если, например, вы ведете учет по одному юрлицу, то вам этого вполне достаточно. Если у вас ИТС подписка уровня техно, то в этом случае эту функцию можно использовать для дополнительную оплату. Но оплата достаточно, в общем-то, скажем так, дружественная, потому что, например, это также применяется и при проверке контрагентов в отдельном сервисе. То есть в зависимости от того, сколько вам нужно лицензий, стоимость на год будет колебаться в размерах 3800-4800. Но, опять же, зависит от количества лицензий. Поэтому, если мы эту сумму разделим на 12 месяцев, то цифра получается вполне себе дружественная. Сейчас мы эту рекламку закроем. И здесь нас вот что будет интересовать. То есть мы здесь составляем отчетность, в том числе новую EFS1, про которую я уже говорила. И если вы открываете журнал и не видите этого отчета в журнале, то по кнопочке «Создать» можно перейти в меню, которое позволяет выбрать нужный отчет. Сейчас он, к сожалению, недолго грузится. И не только выбрать, но перенести вот в этот журнал ту отчетность, которую вы хотите видеть, чтобы, например, не забыть. Значит, когда у нас открывается переход по кнопке «Создать», у нас с вами будет доступен как общий перечень всех отчетов, которые можно сформировать с помощью программы «Так» и возможность их выбора, перенесения в избранные или наоборот. Долго, к сожалению, не формируется. То есть, видите, на закладочке «Избранные» у меня сейчас один документ. А вот у нас закладочка «Все», то здесь мы, соответственно, уже можем формироваться, выбирать. Ну, например, EFS-1 – это у нас отчетность по физическим лицам. Вот мы можем открыть, и здесь мы уже с вами можем выбирать конкретно ту отчетность, которая нас интересует. Ну, вот, например, EFS-1 у нас заменил отчет, который мы сдавали с СЗВ-ТД. Это при формировании, при проведении кадрового мероприятия, когда мы отражаем увольнение или прием сотрудников. То есть, соответственно, если мы в ЕРП выбираем этот пункт, то здесь у нас есть, во-первых, много подсказок, а во-вторых, переходы по гиперссылкам. Это вот такое выделение синим текстом. И в этом случае, ну, соответственно, если мы выбираем то, что мы отметили, то дальше автоматически заполняется практически вся информация, которая касается кадровых мероприятий. И нам дальше ничего не нужно делать, кроме как сформировать отчет. А вот здесь вот, сейчас мы с вами перейдем, это закроем пока, поскольку нам это не надо. И так сделаем. Снова перейдем сейчас с вами в зуб. Вот он у нас, зуб. Ну и, соответственно, в разделе кадры у нас, например, сформировались документы по приему, про увольнение, по увольнению и так далее. Сейчас мы вернемся. Еще раз обратите внимание, то есть вот здесь вот функциональные опции абсолютно такие же, как ERP. И вот, например, мы с вами возьмем все кадровые документы. кадровые отчеты. Еще один момент, обратите внимание, то есть кадровые отчеты, это, собственно, будет перечень документов, которые, отчеты, вернее, которые программа формирует по данным, которые у нас уже введены. А вот, чтобы получить, например, отчетность EFS-1, нам надо с вами в разделе кадры выбрать уже не вот этот выделенный жирным шрифтом блок, а перейти в электронные трудовые книжки и в электронных трудовых книжках в разделе электронные трудовые книжки. Ну, вот у меня уже сформированы сведения по трудовой деятельности, которые датированы этим годом, то есть когда уже применяется отчетность EFS-1, то есть вот у меня сформирован нужный документ и есть еще ссылочка вот на этот сервис, про который я вам только что говорила, то есть это в электронном виде мы отправляем напрямую на сайт, например, налоговой инспекции или на фонд отчетность, которая у нас сформирована в нашем журнале. Если я открываю, допустим, вот этот отчет, ну, этот документ, то у меня вот есть записи, которые в него входят, а получить нужный мне отчет в бумажном виде мы с вами можем... Сейчас, один момент подвину. Так, вот так. Мы с вами можем, например, вот таким образом, то есть мы выводим на экран печатную форму документа. Извините, долго формируется. Ладно, перейдем сейчас к другому. Точно такой же у нас с вами такая же возможность есть и в ERP. Пока у нас там открывается, мы здесь посмотрим. Есть и в ERP. То есть мы с вами можем войти в раздел кадры. Например, тоже выбрать электронные трудовые книжки. И здесь уже сформировать нужный документ. И не заполнены, к сожалению, не этот. Собственно говоря, по сведениям, которые мы должны подать, мы можем сформировать отчет старой формы, то есть СЗВТД, а можем сформировать отчет уже в новой форме. Это у нас происходит при выборе печатной формы. То есть, соответственно, мы можем выбрать СЗВТД, можем выбрать, сейчас перейдем в регламентированный учет. Вот у нас здесь, как вы видите, абсолютно такой же блок. и в регламентированных учетах мы с вами можем... Так, мы с вами можем выбрать, сейчас придется сохранить настройку, потому что я ее сбросила, когда мы с вами переходили. Так, это у нас отчетность по физлицам. И вот если мы с вами поформируем отчетность о трудовой деятельности, открываем с вами документ, и когда выбираем печатную форму документа, не могу вам показать, к сожалению, сейчас мне не позволяет программа. Ладно, вернемся к слайдикам. Будет выбор печатной формы либо СЗВТД, либо ЕФС-1. То есть, соответственно, если вам надо подкорректировать какие-то сведения по прошлому году, то вы выбираете форму СЗВТД. Если по текущему году, то есть по операциям с 23-го года, то вы выбираете печатную форму уже ЕФС-1. И еще раз вернемся к слайдикам по воинскому учету. То есть то, что мы с вами уже посмотрели ручками, это слайд настройки, учетной политики, которую мы должны проверить, если вы работаете через ЗУП зарплаты управления и персоналом. И вот то, что мы с вами уже смотрели, если у вас стоит ЕРП, то в этом случае мы делаем настройки через раздел НСИ администрирования, кадровый учет, и вот активируем нужные блоки, то есть введение воинского учета, либо к нему добавляем еще и операции по бронированию. то есть это мы с вами делаем на закладочке зарплаты кадры, и соответственно вот то, что мы смотрели, воинский учет, мы можем распечатать, ну и естественно в установленном формате утвердить, согласовать, распечатать, положить красивую папочку и спокойно любому проверяющему демонстрировать, что у нас все есть, мы белые, пушистые. Вот, но, естественно, поскольку введено было достаточно много требований и по воинскому учету, и по персонифицированному учету, и введен новый отчет ЕФС-1, то были ужесточены и штрафные санкции. И вот здесь обратите внимание еще вот на какой момент, когда мы с вами работаем через обмен электронными документами, например, с тем же объединенным фондом или с налоговыми органами, то у нас приходят, естественно, все сведения напрямую, что если мы применяем особенно сервис 1С-отчетность, то мы сразу в журнале видим, сейчас, может, у нас сработало будет, нет, мы с вами в журнале видим еще вот такую линейку меню, где переписка с налоговыми органами, ну, то есть с фискальными органами, не только с налоговыми, но обмен письмами, сверки и так далее, и есть еще раздел личные кабинеты. Вот здесь тоже обратите внимание, это сервис, на самом деле, очень удобный, словосочетание личных документов в программе встречается в двух как бы формациях, это личные кабинеты юридического лица и личные кабинеты сотрудника, личный кабинет сотрудника, то есть вот этот раздел личные кабинеты, это кабинеты, которые принадлежат юрлицу, и которые, в общем-то, очень несложно зарегистрировать это напрямую на сайте фискальных органов, то есть, например, вот личный кабинет налогоплательщика, если мы переходим по этой ссылке, то мы попадаем напрямую на сайт налоговых органов, ну, и, соответственно, здесь есть инструкция, достаточно просто следовать этой инструкции для того, чтобы подключить личный кабинет, то есть можно налогоплательщик, юридическое лицо выбрать или индивидуального предпринимателя, в этом случае здесь будет отражаться у вас, точнее, позволит переходить на сайт налоговой инспекции, где вы видите сразу все сведения про задолженность, про сданную и не сданную отчетность и так далее, ну, поскольку достаточно много сейчас новшеств, то, в общем-то, лучше туда ходить почаще, потому что будете видеть все изменения, ну, и, соответственно, если будут получаться какие-то уведомления от налоговых органов, то вы их увидите быстрее, чем через оператора. А в ФСС есть личный кабинет, а есть личный кабинет по работе с электронными листками недоспособности, подтверждение вида деятельности, ну, то есть по всем соц. по всем социальным выплатам и так далее. Здесь очень удобно работать, особенно с листками нетрудоспособности, поскольку сразу видно, кто когда выписал и все остальное. И обратите внимание на статистику, электронный документ оборот затронул и эту организацию, ну, то есть вы видите, напрямую осуществляется переход на нужную службу. И в этом году статистика достаточно много ввела новых отчетов. И что следует сделать, так это в первую очередь зайти и по вашему ИНН проверить, не попали ли вы под какие-то выборки. То есть, возможно, вам нужно сдавать еще какие-то дополнительные отчеты. Отчеты сдаются точно так же через вот этот журнал, через в разделе отчета вы добавляете те формы, которые вам требуются. И в общем-то все это в электронном формате. В последних релизах 1С-овских конфигураций посмотрите статистику, там с 1 января было достаточно много добавлено новых форм. Снова вернемся сейчас к нашим слайдикам и показать я хотела вам вот что. То есть, когда я говорила про изменение штрафных санкций, то вот касательно, например, персонифицированной отчетности, у нас, в общем-то, вот вы видите в табличке изменения, которые были. То есть, сумма штрафов, например, если вы не предоставили сведения или предоставили неверные сведения, в прошлом году было 500 рублей за каждого сотрудника, в этом году размер не изменился, то есть, также 500 рублей, но появилась такая приятная плюшечка. То есть, например, срок платы штрафов был в течение 10 календарных дней в прошлом году с момента получения требований пенсионного фонда. А в этом году срок изменился уже в течение 20 календарных дней. Ну, соответственно, в этом случае уже не пенсионный фонд, а единый социальный фонд. И здесь у нас с вами теперь действует правило, как при уплате штрафов в ГАИ. То есть, если вы укладываетесь в указанный период, то есть, в указанные 20 дней, то в этом случае вы можете платить не полностью сумму штрафа, а 50%. И второй момент полностью освобождает вас от ответственности ситуация, если вы, получив требования, в течение 5 рабочих дней с даты уведомления устраните указанные нарушения. То есть, как вы видите, 5 рабочих дней достаточно сжатый срок, особенно учитывая, что нужно подготовить данные, отправить их. Либо, если бухгалтерия самостоятельно выявляет какие-то ошибки, то, соответственно, то же самое можно использовать корректировочную отчетность до того, как фонд обнаружит. Здесь обратите внимание, в принципе, такие требования уже достаточно давно применяются, но тем не менее, если вы, например, обнаружили ошибку, пересчитали, и у вас идет увеличение, например, начисления, увеличение взносов, которые вы должны были перевести. То есть, если за вами получается в результате расчета недоимка, то вы должны пересчитать, вывести нужную цифру и уплатить, и только после этого отправить корректировочную отчетность, иначе вы все равно попадаете под штрафные санкции. Если вы сделали именно в таком порядке, то от штрафов и от других каких-то начислений вы уже будете свободны. По воинскому учету тоже есть некоторые тонкости. То есть, мы с вами смотрели, что если вы поставили вид отчета отметку в воинском учете, что ведется воинский учет, и присутствует бронирование, то в этом случае вы сдаете три отчета. Значит, один отчет это сведения о гражданине подлежащем воинскому учету. В этом случае, как я уже говорила, раньше у нас был двухнедельный срок с даты кадрового мероприятия. Сейчас он изменен на пять дней. Сведения граждан, состоящих на воинском учете, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, вот такие сведения поддаются в двухнедельный срок со дня получения запроса от военкомата, но либо это может быть не военкомат, а органы местного самоуправления. И план работы по ведению воинского учета, то есть то, что мы с вами смотрели, как формируется, организация должна сдавать ежегодно до 31 декабря. То есть практически постоянный отчет один, который сдается до 31 декабря, остальные отчеты при проведении соответствующих кадровых мероприятий. И еще одна тонкость, которая тоже связана с электронным документооборотом, это основания для признания налоговой отчетности не предоставлены. Вступило это положение в действие с 1 июля 2021 года, и это у нас дополнительный перечень обстоятельств, то есть когда декларация будет считаться непринятой. Ну, соответственно, не только декларация, любая отчетность. Значит, основания, самые основные, на которые обязательно обратите внимание, это если налоговая декларация либо расчет подписана неуполномоченным лицом. То есть у нас сейчас КЭП выпускает только налоговая инспекция, то есть квалифицированная электронная подпись, и, естественно, нужно смотреть, чтобы она была действительно касалась именно того юридического лица и того руководителя, на которого это оформлено. Если сейчас у нас с вами работает машина читаемая доверенность и, соответственно, если у вас, например, какую-то отчетность подписывает не директор, а главный бухгалтер или другое лицо, которому делегировали такие полномочия, то на него должна быть оформлена машина читаемая доверенность. Следующее основание это, если отчетность подписана дисквалифицированным лицом и срок дисквалификации не истек на момент, когда отчетность подписывается. Ну, про смерть подписанта до того, как отчетность была подписана, это понятно, это уже совершенно конкретные мошеннические действия. А вот следующий пункт в отношении руководителя, подписавшего отчет, о котором внесена запись в Игрюл о недостоверности сведения о нем. Вот эта ситуация, к сожалению, бывает достаточно часто, потому что, например, руководитель поменял паспорт, либо по возрасту, либо вступил в брак, а кадровые службы, ну, или не кадровые службы, а юридические, кто у вас заведует регистрацией изменений, не имели таких сведений своевременные, соответственно, не внесли их в Игрюл. В этом случае получается, что подпись руководителя у вас есть, оформлена, но из других источников будет получена информация, что на самом деле паспорт-то у него совсем другой, и в этом случае у вас появится вот такая запись в Игрюл, и потом потребуется достаточно усиленное делодвижение для того, чтобы, ну, во-первых, внести изменения в Игрюл, а во-вторых, чтобы ваше предприятие убрать из всех черных списков, куда оно с этим попало. По НДСу здесь, наверное, у нас основным фактором будет являться расхождение с контрольными соотношениями, потому что эти расхождения сейчас достаточно много где публикуются, то есть контрольные соотношения, я имею в виду. А вот касательно зарплаты, если вдруг единый фонд обнаружил ошибки в расчете по страховым взносам. К сожалению, такая ситуация тоже бывает достаточно часто, особенно если людей много и вы неправильно провели округление, то есть, например, расчеты по каждому сотруднику на какие-нибудь копеечки отличаются от начислений в целом по организациям. Снова вернемся в начало нашей встречи. Я хочу показать снова нашу заставочку и напомнить координаты, то есть нашу электронную почту, телефон, телеграм, контакты, еще раз электронную почту, по которой вы можете обратиться с какими-то вопросами по данному вебинару. Ну и, соответственно, хотелось бы предложить вам и сотрудничество, поскольку мы осуществляем весь спектр работ по программам 1С по любым конфигурациям, то есть, это и продажа, и сопровождение, и разработки, внедрение, то есть, весь спектр. В этом случае мы будем очень рады вам быть полезными, надеемся на дальнейшее сотрудничество. На этом разрешите попрощаться. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное нам время, за проявленный интерес. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго.